Ну что, всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл, что-то я в какой-то такой вот безрукавке. Вот, сегодня у нас видео о ароматах для летнего дождя. Знаете, как и многие, наверное, парфблогеры, вот такие вот дождяные моменты, легкие пожарчания, там какие-то там сверкнет молния, изменится погода, сразу уже как-то, знаете, вот меняются парфюмерные гардеробы. Вот я вам как бы решил показать вам измены своего гардероба. Вроде неплохо выгляжу. Сонэ, Сонэ, сейчас покажу вам собачку. Бежит, бежит ребеныш. Давно вам не показывал собачку, так вот она. Смотрите, все живы-здоровы. Вот только она немножко исхудала, вот, потому что моя экономия как-то важна. Ваш лавраж, и у нее даже, это, жопные косточки просвечиваются. Ну, не знаю, пусть посидит с нами на ручках. Да, Сонша? Давно ты не сидела. Ну и, конечно, первый аромат, это классика на дожди, которую я вам дико советую. Конечно же, это аура. Я уже вам ее, кстати, частенько показываю в последнее время, потому что ее мне реально не хватало. Мне не хватало вот этого вот аромата дождя. И вот только я ее наношу в дождь, я, кстати, сейчас в ней сижу, собачка, наверное, чувствует вот этот аромат. Хочешь понюхать? Как тебе нравится? Лапками задергана. Ну, короче, ей оно не отторгает. Такой вот, знаете, хищный аромат. Я не знаю почему. Ой. Что-то засвергило в горле. Если что, я не умираю. Вот. Настолько он ядреный. Настолько он ядренейший. Я не... То ли это пыль. По-моему, я пыль втянул. Ой. Кошмар. Короче, очень напористый аромат. И я не знаю почему. Он у меня почему-то ассоциируется с туберозой. И я без понятия из-за чего, почему так. Ну, вот не знаю почему-то у меня ассоциируется этот аромат с туберозными какими-то предлежаниями. Возможно, в нем и есть тубероза. Вот эта вот лиана, вот эта вот тропическость придаёт такой вот туберозный момент. Короче, интересный аромат. Конечно, зелёный. Он мне не пахнет болотами. У меня он пахнет тропическими историями. То есть, лианы, зелёные монстеры. Такие вот какие-то плоды. Возможно, даже маракуйя. Очень сильный, очень ядрёный. Прям ядренейший. Ты чего устала сидеть? Хочешь уже отправиться? Отправляйся. Вот, собачка спрыгнула, а мы продолжаем. Два аромата у нас будет от Айзенберг. Мне показалось, что они прям идеально подходят. Вообще, знаете, Айзенберг один из моих любимых брендов. Вот это... Давайте начнём с Love and Fair. Так вот выглядит. Айзенберг один из моих любимых брендов. Потому что это очень-очень-приочень хороший, качественный люкс. Вот, который никогда не предаст, никогда не как-то не вгонит вас в краску. Всегда подойдёт, всегда будет к месту. Особенно вот Love and Fair. Такая вот лёгкая, цветочно-фруктовая композиция. Знаете, и вот она мне нравится тем, что она как раз-таки непринуждённая. Ой, пыли как много. Непринуждённая, лёгкая, такая вот звенящая. И в дожди такие вот композиции непринуждённые. Они очень хорошо раскрываются. То есть, знаете, ненатужно как-то, как аура, например. Ненатужно ярко. А вот нежно, игристо, блестяще. И вот здесь вот, знаете, в дождь Love and Fair он звучит, знаете, как звенящие какие-то вот колокольчики. Вот что-то в них, какая-то такая вот ассоциация. Знаете, очень красиво. Вот, знаете, даже вот так вот и не описать. Просто очень красивый цветочно-фруктовый аромат, который, ну, блин, должен быть у всех. То есть, это прям твердыня люксовой парфюмерии. И следующая твердыня – это Жозе. Такой вот аромат. Он уже кардинально другой, в отличие от Love and Fair. Тоже пыльный флакончик. Ужас, конечно. Всё, у меня такое... Ой, ваша, смотрите. Какая пылюка. Смотрите, какую пылюку собралась крышечка. Надо устроить чистку. Вот, и протереть все флакончики. А то они прям запылились конкретно. Даже вот в шкафу когда. Но это... Они у меня как-то на стеллаже стояли, наверное. Запылились. Жозе – это такой вот фужеристый даже аромат такой с небольшой мужинкой. Вот, в нём в пирамиде заявлено лаванда, табак. Вот, впрочем, они и чувствуются на самом деле. Вот, лаванда тут добавляют, знаете, вот в эту всю какую-то так же цветочную, серьёзную немножко, но в то же время полётную композицию лаванда прибавляет какой-то стержень. И вот это вот табачность. Табачность тоже уходит в такую вот фужеристость, морскость, морскость, фужерность. То есть, знаете, вот мужские ароматы, там, даже с приставкой спорт. Например, Диор. Вот, вот это вот фужерность и лавандасть. Лавандасть. Лавандасть, фужерность, табачность. То есть, знаете, какой тут табак? Он неоткровенный, он как будто из-под тяжка, из-под лаванды. И табак тут парфюмерный. Не такой, как в табако-ваниль, не такой, как в табако этого... Как называется этот бренд? Ну, вы поняли. Блин, ну как же я забыл. Вот, тут именно табак такой, знаете, парфюмерно-звенящий. Вот так вот, если нюхать, просто не зная этот аромат, не зная пирода, так не скажешь, что здесь табак есть. А вот, когда заглянешь в пирамиду, и правда его, хорошо можно рассылышать. Очень интересный аромат, он подойдет... Вообще, я его люблю и весной использовать. И вот в дожди он хорошо очень звенит. Не знаю, вот как он, скажем, звенит. Вот ноты лаванды хорошо раскрываются в дождь. Хороший аромат для такой вот мужегоныши. Если вы очень сильная девочка, то вам подойдет. Вот. Потом следующий аромат, который мне очень нравится и зимой, и летом, и весной. И этот аромат стоит у меня в ванной. Ну, вот такой он, в принципе, достаточно у меня универсальный. Это Аквади Парма Нобеля, Роза Пиония Нобеля. Такой вот аромат. Это вообще дымка для волос. Я люблю концентрацию дымок для волос. У меня еще Кюрджан дымка, Шанель дымка. Потому что, знаете, именно вот такой вот я не люблю, когда вот прям все в нос. Хотя иногда бывает такое настроение, когда хочется поражать. Когда хочется побороть ароматом, как львиха впустить когти в общество. А иногда хочется такой, вы знаете, легкости и какой-то такой вот простоты, что ли. И тогда вот дымки для волос играют очень красивую шутку. И сыграют очень красивую шутку. Не знаю. Вот вы его наносите. И знаете, он достаточно незамысловатый, несложный. То есть тут главная нота Пион и окружение из фруктов и жасмина. Такая вот, в прочем, знаете, это банальщина. Но как он красиво звучит. Но как он красиво звучит, знаете. Легко, непринужденно. Такое, знаете, именно классное дополнение к образу. И в дождь, чем он мне понравился, что он немножко подслащивает вот эту вот атмосферу вокруг. И с ним как-то, знаете, вот дождливо и уютно. То есть, если вы устали от вот этих ванилек, от вот этих кондитерских историй гурманских на прохладу, то я вам предлагаю вот такой вот именно цветочный путь согревания. Очень даже неплохо, уютно и супер красиво. Пиония Нобеля, Аква Депарма. К тому же версия дымки для волос намного дешевле, чем обычная парфюмерная вода. Советую. И последний аромат на дожди – это Estee Lauder Plejou Intense. У меня есть просто Estee Lauder Plejou. Но Intense, знаете, скажу вам честно, нравится мне больше. Давайте вот просто версия Plejou. Это куст из жасминов и мимозы. Вот здесь же тут куст жасминов и мимозы, плюс пиона и немножко розы. Вот так вот. И даже немножко личи. То есть, это композиция богаче, цветочней. Вот. И вот так вот разносторонней. Что мне тут нравится, то что тут есть такой вот моментик, немножко водяной лилии, что ли. Такой вот водянистая такая вот история, которая очень хорошо выливается в дождливое настроение. Вот. Я, короче, пшикался вчера, выходил на балкон, воскурить трубку мира. Напшикался вот этим ароматом, шел дождь. И вот от этой влаги он так красиво зазвучал, знаете, так вот уповающе. Как будто вот этот вот куст розы, пиона, мимозы, он так вот намок и потом немножко сохнет и листья расправляются. Конечно, очень красиво звучат такие вот влажные ароматы с лавандой, с такими вот свежими цветами именно в летний дождь. Конечно, очень красиво, живописно. Пишите, какие ваши любимые ароматы в дождь и где у вас идет дождь. Вот. Потому что сейчас, как я понял, в России дождливые времена наступили. Поэтому все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм, ну и, конечно же, на канал. И не забывайте ставить колокольчик. Поэтому все. Пишите ваши предложения по видео. Может быть, что-нибудь с ним. Люблю, целую. Пока-пока. Телеграм. Пока-пока. Пока.